Уважаемые стрелки, сейчас я продемонстрирую правильный способ зарядки ружья методом КВАДЛО. Итак, в начале, точно так же как в ЛООТУ, обязательно резкий переворот ружья вокруг своей оси, входом в магазин вверх. При этом ружье упирается прикладом под мышку, зажимается плечом и фиксируется правой рукой вашего корпуса. Нагибаемся максимально близко к паучерам с патронами. Патроны в паучерах расположены попарно следующим образом. Первая подающаяся пара утоплена, вторая пара выступает за пределы от 3 до 5 мм. Зачем это делается? Для того, чтобы при заряжении ружья не разбить вторую пару. Значит, как производится зарядка? Заводим пальцы правой руки под обе пары патронов. Только пальцы, кончиками пальцев фиксируем к средней части ладони, фиксируем вторую пару патронов. И накладываем большой палец на треть донца гильзы, на треть, не более. В противном случае, если вы наложите палец больше, палец будет, перчатка или палец будет зажиматься уходом в магазин. Накладываем плотно, фиксируем ладонью, вынимаем, подводим первую пару. Удерживая, одновременно удерживая ладонью первую пару, вторую пальцами немножко отводим от цевья. Заводим. После этого заводим вторую пару. Еще раз повторяем. Фиксируем пальцы, фиксируем обе пары патронов пальцев в средней части кисти. Накладываем большой палец на первую треть закрайны. Заводим патроны, одновременно их фиксируя ладонью, отводя пальцами вторую пару. Досылаем первую пару, досылаем вторую пару. После этого вы готовы стрелять. Делаем холостой спуск, досылаем патрон в патронник. Уважаемые стрелки, обращаю ваше внимание на два принципиальных момента. Вход в магазин с поджатым лотком. Внимание, с поджатым лотком. Это касается супернов. Перед началом зарядки поджимаем лоток вверх. Вход в магазин располагается максимально близко к паучерам, насколько это возможно. Ружье жестко фиксируется к корпусу и все ружье наклоняется вниз. Для чего? Для того, чтобы уменьшить риск потери первой пары патронов. Как видите, патроны находятся здесь. Уютненько лежат сами. И опять же, отводим, загоняем, загоняем. Теперь, что касается доработки ружья. Для уверенной зарядки без сбоев во время движения, когда ружье все равно будет перемещаться, желательно произвести две доработки. Доработать вход в магазин, скруглив его в верхней части и скруглив его внутрь. Для того, чтобы патроны не утыкались в время движения, не утыкались в широкий, в толстый край входа в магазин. А также доработать само цевьё. Пластмасса, пластик на цевьё очень толстый, суперновый. Поэтому без особого вреда вы сможете сделать такую выемку. И патроны не будут упираться в толстый срез, как это происходило бы на оригинальной цевьё. Доработка не требует много времени, может быть любым напильником, дремелем и любыми подручными средствами. Ещё, уважаемые стрелки, комментарии по поводу снаряжения. Значит, здесь мы имеем стриперы российского производства, оптимизированные под способ зарядки лоат-кватт. Методом лоат-тул из него заряжаться можно, но не спеша. Потому что есть риск выбивания соседней пары патронов при захвате двух. Для того, чтобы решить эту проблему на матчах и получить большую гибкость геймпланов, я использую два типа снаряжения. Это оптимизированное Carbon Arms ME, компилированное снаряжение, кронштейнный Carbon Arms, платформа от ME. Если вам необходимо заряжаться методом лоат-кватт, вы прекрасно, расположив кронштейн таким образом, прекрасно извлекаете патроны в надлежащей компоновке. Либо, если вы планируете заряжаться время матча методом лоат-ту, и упражнение вам позволяет, тогда вы располагаете патрон таким образом, и получаете возможность заряжаться по два патрона, без риска выбивания соседней пары. Как видите, заряжаться методом лоат-кватт тоже достаточно быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова